Поехали. Интересно, что я тут покажу. Зайди внутрь, подивись внутрь, что делается внутри. Внутри что делается. Сейчас найду, вот так, чтобы лишнее не скосить. Ну ладно, я отрежу, пускай там будет, чтобы заметить оно. Вот так. Понимаю, что это его. Вот так. Зайди с этой стороны. Раз, два. Три, чтобы было видно, хвосты. У меня такое ощущение, что придется, наверное, один кустер копать. Но я уже, может, на два, может, Лена приедет за яйцами, я ей, бо тата предложу. Хай есть. Хай купляет. То есть, все только ждут, чтобы им выросли и угостили за бесплатно. Так, а ну, обходь, сюда, до цели. Мы даже лопату не брали. Я лопату не взяла. Опять докупать его вручную. По сути, да, лопату я не брала. Так, ботва, ты бачишь в этом году, яка ботва маленькая? А прошлый год петянула целые переходы, помнишь? Ага. Бачишь? А из-за этой жары воды нема, и ботва маленькая. А прошлый год у нас был 23-й, сейчас 24-й. Ну, не знаю, но прошлый год ботилья была длиннючая. Капец, ботильнючая. Так, ну, что ж, я не помню, он или на соломи, или на ткани вскрывает. На ткани. А ты вот так покажи, присядь, как видите, буху. Он на ткани? Ага. Если на ткани, то надо тебе руку. Ага, сколько моих работников, работники мои. Мои тёмочки, маминьи, красавчики. Так, ладно, сердцем ставлю в сторону. И вскрываем капсулу, там, где был висаженный батат. Сажала поздно, потому что весна была сухая, холодная. Оцей, эти две полоски, по-моему, аж в кинсти мая, або уже в начале июня. И остальные две полоски сажалась аж в июне уже. Так, ну, что хочу сказать. Оцей дождик, что пришёлся, то, який, солома мокрая. А что там дальше робится? Під соломою, тканью, а черваки, бачишь, вверху? Так, я сейчас буду пробовать. Мы уже годчу копали. А сейчас буду пробовать скрывать оранжевый батат, который сажался, наверное, в последних, вообще, в последних числах. Давай, какие colorированные слимаки. Знаешь? Чего себе? А как ты знала, что это слимаки? Я думала, что это какие-то грибы. Две. Это слимаки такие? Оцей такие они colorированные. Из них руки не можно помитить. Воно таке слизькое, да? Это же из этих слимакей. Две, сколько слимакей. Женщины крема купляют на лицо маски. Из слимакей? Да, и тогда говорят, что такое хорошее лицо. Приятное, нет морщин. А письки они соби не маскили? Две. Ого. Женщины. Вам этого не нужно? А он еще один. Можу продать. Продать вам слимакей. На вес. По штучному. По штучному удобнее. Давай его в тазик и их кинем. Там разберемся. Меня ничего не рассказывают им. Им наши секрети не рассказывают. Так, ну что, посмотрим. Батат. Прошлый год. 2023. Батат мы копали, Николаевна. Лопатою. Да. А в этом году уже сделали виводы. Посадили правильно. Сюда и зайдутся. И сейчас будем копать его вручную. Так как по цьому бататове никто не топтався. Вин, это корнеплод, который не нуждается в обработке при посадке. Не нуждается в том, чтобы его обрабатывали, кропили так, как картошку. Вот. И цей корнеплод считается экологически чистым продуктом питания. Зайди, можешь сюда зайти. Я просто не хочу. Вин считается эко. Органика. Ни фента себе. А я его не витяну. Ничего себе. Будем считать сегодня. Какое число? 11. 11 октября. 24 года. Да? Ой, не. Лопнет. Лопнет? Да. Что делать? Ладно. Отриваю я ботву. Потому что мне не видно ничего. А лопату не взяли. Будем вручную доставать. Надо гарбать. Надо гарбать. Надо доставать. Побачим. Я зважу. Потому что хочу я вважила. Вот есть видео. В мене я показывала. Сколько из куста килограмм. А вы, если не видели. То можете написать в комментариях. Как вы думаете. Не знаю. Ктось кричит. Так. Хоть бы ты не ломался. Хотелось бы тебе. А тут сухо. А тут сухо. Сухо. Тут сухо. Дождь пішел. Ну что ж там. Листя яке. На бататті. Плюс солома. Так. Стоп. А це. А він білий. А де же ж оранжевий. Оце оранжевий. Нет. Да, мама. Нет. Мы копали той такий самый. Нет. Вон сухо. Оранжевий внутри. Цей мы ели оранжевий внутри. А це білий. Нет. Нет. Оля. Вин должен быть красный вообще. Значит, то другий сорт. А мы что, цей самый копаем? Це другий. Цей внутри білий. А цей уже мы ели. Вин внутри оранжевий. Нет. Оля. Да. Я тебе говорю серьёзно. Такий, как морковка, должен быть у меня сорт. Значит, то дальше. Другий, третий, четвёртый. Так у меня их четыре было. Правильно. Оце второй ряд. В тебе ещё два ряда есть. Нет. Так оцей ж мы купали такий самый. Нет. Це другий сорт. Та не. Як він другий сорт? Вин оранжевий. Той не такий должен быть. Той с внешнего такий фиолетовый. Внутри він оранжевий, как твоё. Та не оранжевый. Вин кремовый. А цей, он и есть вот кремовый. Ты мне сказал, что тебе каждый ряд это разный сорт. Да. То есть это второй ряд. Оцей отличается от этого. Цей уже внутри белый. Сейчас я в голову подивлюся. Вот видите, цей рог. И вот ломала. Там в земле остався. Внутри белый, а то внутри масляный. Ой, какой большой остався в земле. Так надо идти, значит зачем? За лопатой. Большой я остався в земле, но я сейчас тебе попробую. Земля не твёрда. Ой, он там такой большой. И пошёл в углубь. Ладно, есть он там. Есть он там. Но он должен, он бачит, вот такой вот кремовый. А той должен быть оранжевый, как морковка. Оцей белый. Вот наведи на него. Мама, я ещё готовила два раза. Он внутри был желтоватый. Цей оцей белый. Это же он и есть. Нет, это другой. Нет, Оля. Да? Это другой. Это другой. Это другой. Это один и тот же самый. Это другой. Ванна на телефоне даже есть видео. Того первого. Я соби убрала, снимала. Ну что ж. А, я всё придумала. Я придумала один истерп. Вот я. Сейчас я его достану. А я хотела оранжевого. Так мы же его ели уже два раза. Нет, ты не понимаешь. Я хочу той красный, оранжевый. Так он не фиолетовый, он белый. Внутри он как морковка, Оль. Так значит, надо копать другие ряды. Я той. Я думала, что это он тут. Ну что ж ты думала, если ты садила этот? Вот его уже кусок. Чем думать? Корня. Всё-таки я хочу оранжевый. Как хватает. Его ж не маю. Что он может миловать? За что он тебя мает миловать? Я хочу оранжевый. Я оранжевый хочу. Я хочу оранжевый. Я хочу оранжевый, понимаешь? Я очень хочу кушать оранжевый. Я маю на это желание кушать оранжевый батар. Ну, тогда я его один корешочек. Сейчас я его так подрежу. Ну, он может быть маленький. Бо этих два ряда я садила аж в июне. И он очень, а в середине июня уже началась пасуха, сушь. Уже всё. У нас дождей не было. Их вообще-то не было. Но, тогда началась сушь. И этот батар, он уже заворачивался. Он листья не давал. Он заворачивался. Во. И потом я взяла, накрила. Уже всё солома. Я спасала. Он горел. Сейчас. Видите, я попрошу. Затянем. Ты ёлки. Затоптала. А? Затоптала. Притоптала. Так. А тут нема таких омолаживающих. Тут таки человеки молодильных. Аня есть. Так. Вот. Вот эта зараза. И голову оторвать. И всё. Так. Цей хай будет. Оце, наверное, он. Но он остается. Так. Ну, сейчас идем. То что это получается? Два ряда одного однакового? Не знаю. Ты кашь той, а я кашу той. Ну, а цей оранжевый. Да, возможно, он будет меньше. И меньше будет клубней в кусту. Потому что сажался гораздо позже. Гараздо позже. И была уже суш. Полива нема. Полива не было. Такой, как бы нужен был полив. Вот так. Сейчас я один достану. Да, это он. Это оранжевый. Это что, тут два ряда однаковых? Не знаем. А кто знает? Пока что видно, что это оранжевый. Видно. Я не хочу картошку саму ломать. Я сейчас достану. Потом, может, деяка картошечка уломится. Так. Ну. Кто сажал, должен знать. О. Ну, небольшой. Это может еще маленький. Хотя он не хочет, чтобы он был так здоровый, как тот. Он очень большой, крупный. Он урожайный. Так. Ну, хай дозревает. Нет. Я еще один выкопаю. Я хочу еще один. Я его так хотела несколько дней, но доедали. Той батат, что выкопали. И. Опа. Ладно. Видишь. Вот, какую роль играет, что позже посаженный и не было дождей. Вот так. А ну, вот так возьми отсюда. И это батат был высаженный на этом месте, где были саженцы, где росла у меня малина. И малину мы весною продали саженцы. И взяла я после этого уже посадила батат. Потому что это теплолюбивое растение. И его надо садить тогда, когда уже все тепло. Тогда, когда разуваешься. Вот. И ощущаешь, что грунт теплый. Там дед один, оказывается, он там с другой стороны писал, ну ничего страшного. Писал, что этот батат пока накопаешься, пока выкопаешь его и не захочется. Ну, я вам показываю. Я его в этом году, я его вручную достаю. И его надо просто правильно сажать. Мы его просто тоди садили, как картошку. А мы его сейчас посадили в этом году. Вот, бачите, тоже тут уже твердо иду. А он пошел в углубь. Не хочу его ломать. Стой. А там где ты отломался? А пускай будет на удобрение. Что-то надо же с земли оставить. Что-то себе в харю все. Что-то себе в харю тащить. Ну, где он там отломался? Я же не знаю, где он отломался. Оль, я его не найду. Все. Вот так получается. О, эти корешки мы туда-назад отправим. Да? Давай их туда-назад у землю. Это же не картошка, вона не взойдет. Так. Ну, и что можно сделать? Туда-сюда. Давай я этот батат поставлю сюда. Вот так. И то и надломался, и то и надломался. И будем бачить, что який по цвету. Один и другой. Это скрюченный, да? Это зависит, что грунт був тяжелый. Что ж после малини грунт був тяжелый. Батат это я запекаю. Он очень вкусный, если его запекать. В Оковской кастрюле. Ай-Кук от компании Amway. Дивись, он бачки. Да, то був кремовый, Оля. А это белый. А ты как сказала? Ну да, такий он був. Знаешь, это Гоча. А это, я не помню, надо смотреть по списку, как он называется. А это оцей оранжевый. Он как морковка. А дальше четвертый? А четвертый женшевый, по-моему. Он еще у меня должен быть белый, женшевый. Я его копала прошлый год. И на нем вот такие вены выглядят. Вены, просто такие вены. Вот как на руке у меня вот вены. Вот так и на нем, он такой белый серого цвета. И на нем вот такие вены, женшевый. Тоже вкусный. Ну, два сорта. Это урожайные. И два сорта я покупала, как вкусные. Вот так. Это получается, что продукт экологический, органический. Не требует копать и садить его надо так, как и корнеплод. Вот, а что хотела добавить, что его не надо вот так вот, смотрите. Посадила, и его не надо ничего, не кропить, ничего. Просто правильно посадить. Ну, и кто смотрит меня впервые, звать меня Хитрук Елена. Я проживаю в Первомайской Николаевской области. Кто хочет отведать вот такие корнеплоды, по номеру телефона 067-347-68-32. Можете бронировать. Можете бронировать. Какое-то вывершило. Пускай на фоне зеленого, может, лучше будет видно. Можете бронировать соби. Я буду копать и вам сделаю отправку. Или уже кушать, или на посадочный материал. Если не рискуете, там, не соображаете, мозгов недостаточно, чтобы создать соби посадочный материал, значит, весною бронируйте апрель месяц, март-апрель тоже сделаю саженцы. Есть видео, смотрите в плейлистах Батат, какие корневая система была у этих растений. Все это создается вот таким обыкновенным природным способом. Земля родючая, вы бачите, даже фон огорода моего, он совсем другой против ваших огородов, ваших участков. И никаких тут минеральных удобрений, никаких тут химии есть минеральных удобрений. Только органика и правильное природное земледелие. Вот, так что продаем клубни кушать, продаем клубни, кому надо на посадочный материал создать, и кому надо будет уже весной посадочный материал, может, вы будете двигаться по весне, то туди тоже обращайтесь по номеру телефона, рассаду будем отправлять. Отправляем транспортной компанией новая почта, есть видео по отправкам, отправляем. Все, что мы выращиваем, мы излишки реализуем, продаем. Вот, ну что, слимаков вам не нужно. Слимаков у меня, смотрите, какие добротние. У вас, наверное, там чахлики, худые, несчастные. А у меня, смотрите, как пиво пили с рыбой. Такие. А их можно только смахнуть, и их за какую-то еду. Да, какую еду, они же растянут, наверное. Ну, водички, они же водой делаются потом, ты же знаешь. Слимаков не надо, а может, и эти, как они. Равлики-павлики по-китайски сделать. Да, можно. Сами уже сделать, я вам отправлю в баночки пакетику. Отпродать за на развидку. Да, на развид. Будет новое блюдо. Такие хорошие, такие, не в руку снимочки. Так. Ну и можешь показать фоном сюда, вернуть огород. Снимай перчатки и показывай. Нет, ты покажи. Нет, ты поснимай перчатки и показывай, что ты хочешь показать. Ну и всё. Вот таким фоном я вам показываю свой приусадебный участок. Сегодня, что ты сказала, 11? 11. 11 октября, год 2024. На огороде у нас Ише есть жизнь, есть развитие. А вот на соседних участках там уже всё, всё мёртво. Там можно было чёрно. Там уже гробки копают. Уже у них всё. Вот. А у нас ещё есть, есть и помидорки, есть. Покажи, Волось. Кукурузку покажи, Волось. Ну, кукурузка есть. Кукурузка у нас, чтобы это не было, такого не может быть. Вот. А картошка, яка была тут, картофель, гранада, я продала по 30 гривен. В августе выкупали, продала. Ще тоди цін таких не было. Это сейчас уже вам оптовики дают 23-25 гривен за картошку. Это лопата продаёт по 20 гривен пищевую. Пищевую. Ну, может, видишь, привёз с КамАЗом там тонн 30, конечно, не пускают. Ну, по 20 гривен. А тут была картошка, Калипсу продала, и пищевую тоже люди уже, наверное, уже изделили. Ну, на цём месте есть жизнь, есть развитие. Вот так живут хозяева, вот так живут хозяева. Дивіться, помидоры. Это розовый гигант. Есть и красный гигант. Есть, и ещё будут назревать. А это помидоры, почему поздно? Потому что они тут висажені. Вот, сильная роса, туман с утра. И, бачите, помидоры лопаются. А потому что тут у нас був картофель. И вот это, где один рядочек я надкопывала, вот это я сюда посадила помидоры. Того они у меня поздно. А тут був чесник ярый. Теперь помидоры поздно. Вот так. У нас даже и ромашки ещё цветут красивые даже листя. Видно по листу, по самому листу, показываю вам клубнику, яке здоровое, настоящее листя в клубничке. Укропчик есть. Всего у нас есть на участке. Ну, а у 100% сидящих за монітором и кто смотрит это видео, то у вас это ещё лучший вариант. Я хочу показать по соседству. Это из лучших вариантов сосед. У него там уже гробки копаны. Вот. А есть соседи у нас, что там совсем другая картина. Ну и, бачите, тыква, кабак, кабаковое поле, кабаковый участок. Под органикой. Бачу, там листя начинают уже сохнуть. Возможно, скоро и придётся уже убирать кабаки сагорода. Ну, там картина такую, как сами заробили. Что сами заробили, то и мают люди. Дивися, я вам ещё показываю моё любимое помидори. Вот такие красные. Вони, очень вкусный из них сок. И консервация по форме. Хорошую в баночку пролизуть. Есть ещё помидоры разные. Есть и крупные. Есть у нас и кустови. Вот так, как хозяйка себе на городе, ещё мае урожаи. Ваш, ты, как хозяи живу, живут. Вот так живут хозяи. Такие ещё помидоры мотыляются у нас. Но у меня таке же самое літо спекотное было, как и в соседских городах. Вот помидоры, очень вкусные помидоры. И суш была, и жара была, и на городе я мантулила. Так само ничим не отличается, чем у вас на Украине. Потому что вы кричите, что у вас дождей не было. Кто смотрел мои видео, в спеку даже вырубало телефон. Не можно было отснять. Он закипал. Вот так на Украине живет хозяин. Лодарь. Лодарь живет на Украине, снимаючи на цей период времени вот такую картину. Вот такую картину. Вот просто вам показываю контраст, да, чтобы не просто не казали, что цельяна снимает десь там в августе месяце, что в ней там урожаи она снимает в августе месяце, изобилие овощей, зеленый огород. Показую вам на примере соседей. Это такие, знаете, соседи, ну подлые соседи. Тебе в очи смеются. Ну подлый люд. Соседи разные, и очень хорошо, что они есть. Очень хорошо, что есть они разные, соседи. Ну и показываю вам еще тоже контраст, чтобы вы не говорили, что это у меня как-то тут на Украине, в Первомайске, на Богополе, какая-то такая земля, какая-то такая погода, что тут все роде, понимаете? Что тут все роде. Ну и показываю вам, смотрите. Вот так вам покажу картину. Так само, все так само. Тут нема у меня такого якусь купола, что, ну, возможно, в мене есть купол, но тяки ментальный. А так, для обывателя, то вся картина одинакова. Вся картина одинакова. Тяки разница видна. Вот. Ну и на этом участке у нас, кто со мной уже дуже давно дивится, знает, что отсюда от соседей. Вот. Тут у меня была земляника садова. И я уже показала видео, есть в загрузке, загрузится, потом будете бачить, что тут была земляника садова. Землянику садову убрали, посадили кукурузу. И я литом отснимала вам видео, який тут урожай еще був день. Урожай еще був день. Вот. Кукуруза, корешки остались от сахарной. И тут у нас иде подсев покрывных культур. Ну, вот так. Вот так. Вот такая картина. Так что, ребята, меня зовут Хитрукелена. Проживаю я в Первомайске Николаевской области. Являюсь заводчиком, селекционером. Человек, який создав техасского мясного утяжеленного перепела. Вот. По вопросам инкубационного яйца обращайтесь. Куры, мини-мясные палевые, белохвостые, бресы, мускусно-тяжелая мясная утка. И по растительности есть ягодники, клубника, малина, смородина, ежевика и так далее. Если многие хотят и говорят, да, что ты там, кури накормила, такие в тебе красивые кури, да, перепелка в тебе самая крупная в Украине, да, ой, такая крупная. Там, мускус создала коллекцию мускусной утки крупной. Я вам показываю, вот, так само все в ваших руках, ребята. вы тоже могли создать для себя жизнь. это все делается, создается и творится руками, моими или вашими. Конечно, и финансовые затраты. Дуже нужно было много для этого сделать, чтобы это все создать, чтобы создать кормовую базу для своей птицы и для себя. Ты, Оль, брала сегодня плюш цей, суміш, брала до этого? О, бачите, оця кашка будет отличная, кабакова, тиквина. И кабак у меня лежит до мая месяца. Вот так. Я говорю это до того, что все говорят, ой, там в ней самый крупный перепел. И так его фотографирую, и чистое мясо на весах показываю 400-440 грамм чисто в мясе тушка. И вы не вирите. А я вам показываю, что городи, городи ваши. Только кто-то может создать жизнь, а кто-то только сидит и лясом трясом. Ну и тем хейтершам тоже, кому жить Лена не давала на микрорайоне, что заглушились, и вы остались с тем, что вы посеяли. Вас лечить, вы отказались, чтобы вас лечить. Да, они не просили, что их лечили, и они остались с тем, что мают. Так, ну что, ця ботва пиде в работу на огород. Вот, мульча солома тоже все остается. Ну и это, а я один корчик только выкопила, и тут один корчик, ну и хорошо, будет чуть-чуть посвеженького такого. Не буду, потом, хай будет в земле, это же зима, мы же его так быстро и не ему, есть человек раз в сутки, зато здоровее будет. Так что, ребята, кому надо посадочный материал, вот, подивляйтесь наше видео, есть два ютуб-канала, Хитручкин двор, Хитруки Лена жизнь, есть Тик-Ток, Хитруки Лена, есть Фейсбук, Хитруки Лена, есть Инстаграм, все соцсети открытые, даже беру и подписываю свое видео или рилсы, не надо кричать сюда, в это в Ток. Рилсы, чтобы не воровали, даже мою клубнику, чтобы не воровали фотографии, а пусть те, что продают по гривне саженцы, пусть свои саженцы, свою должны мать свой альбом для того, чтобы продавать саженцы, а не воровать. Ну, воруют все, и корей фотографии воровали, и перепелов воруют, для того ставится и визитка, для того и картофель. Что напоминает картофель? Картофель напоминает картофель, так само и батат, вкусу очень вкусный цены картошка но вин очень вкусный еще хочу сказать если проверить наскільки полезность есть того или иного овоща возьмите его сложить чтоб вин закомпасировался да например возьмите картошку там ее в пакет и сложить или там огурцы сложить или помидоры сложить вот и вы почуете запах от як пахнуть там про квашене огурцы про квашене помидоры и як пахнет смерть ну это я не знаю такое слово не знаю как сказать як воняя специфическим запахом картофель и черви и и вонь такая вонь как свинарнику десь но кто-то может не знает запаха свинарника такого запаха тухлого оцей картофель очень воняя а возьмите батат чтобы за компасирует по слуха як він пахнет так само за компасирует примеру стебли кукурузы там травы я кое-нибудь як вона пахнет так что от проверьте от наскільки наскільки и да запах наскільки и да запах того или иного растения ты деда пчела пчела подавиться что там робиться все мини смачного лена молодец ну и делаем виводы да посадила чтобы раньше клубни были больше ну следуйте за мною шагу не будем копать вот гоний длинный тут десь метрів 15 по два корчика садилась вот таки бачите холмиками вот ну то что дождик пройшов зверху да мокра туди внизу сухо так забывайте мій номер телефона 067 347 68 32 оформляйте заказы дивіться шо вам надо в реалії вашого потребления потому шо щас вам воно надо а потом не надо а потом возможно надо так шо все у нас максимально есть выполним заказы баклажаны я не продаю баклажанчики это все для нас класс баклажанчики у нас класс они уже были бы и посохли но пришелся дождик один-другой и баклажанчики восстановились а в этом году что-то жук их и не ехал ну как ходи був жук я собирала но такого дурдома по жуку не было конечно какие-то баклажаны такие интересные я вам сейчас покажу они вот так вот ростут кустиками кустовие вот так вот и вот так вот и вот и вот и вот так вот и вот и вот и вот и вот и вот и вот тут и вот 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 и Кто? Буряк. Какие буряк? У меня все буряка. А, а буряк на этих буряк. Видите, я вам еще красоту покажу. Есть такая красота. Есть такая красота. У вас есть такая красота? Ой, ну аж аж сок. Сахар, видите, аж трещичь. А? Ты хочешь здесь? Ну, шепхай бы, может, дай-нибудь два. А тут ножка не желтая, ножка же зеленая. А чтоб ножка была вот такая вот, желтенькая. А вот все. Да. Ой, тебе надо здесь. Ну, срывай. А ножка желтая? Ну, сорви. Ну, сорви. А, не, еще твердый. Мягкий? Ну, мягкий. Ножка желтая? Брайся, я не понимаю. Вот так. Ну, все. А, ты, какой интересный. Это начало слоиться. Вот, видите, вот эта экспека жара была, он вот такие слои все. Все, ребята. Всем пока. Уже водила по городу. Вот такие. Ты знаешь, как называется кабак? Ромашка. Ну, это люди так говорят. Я не знаю, какие они говорят. Сейчас, что вы думаете. Что, доча? Что? Ты хочешь уже в поле на прогулку? Все. Забирай свою улю. Все, я не иду. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю.